Казахстанское предприятие «Товарищи со сограниченной ответственностью Еврахим удобрения», входящее в состав международного холдинга «Еврахим», зафиксировало добычу первого миллиона тонн фосфоритной руды с начала запуска проекта. С подробностями из Сарусусского района наш корреспондент Наимбек Багбанов. Крупнейший в Содружестве независимых государств производитель минеральных удобрений компания «Еврахим» с 2013 года реализует в Сарусусском и Таласском районах Жамбылской области комплексный инвестиционный проект, включающий в себя освоение месторождений фосфоритового бассейна «Каратау», а также строительство горно-обогатительного комплекса для производства высококачественного фосфоритового концентрата и крупного завода по производству широкой гаммы минеральных удобрений. На сегодня завершено строительство инженерных сетей на всех производственных площадках. Проложена новая автомобильная дорога протяженностью 24 километра. Завершено строительство железнодорожного транспортного узла и производственного комплекса о подроблении и сухому помолу руды. И вот накануне праздника весны и обновлений на Урыс на участке Арал-Тубе, месторождении Кок-Джон, был добыт первый миллион фосфоритовой руды. Высокая честь вывести миллионную тонну фосфоритной руды с карьера выпала жителю Жанатаса, человеку, который работает в компании с первого дня. Какие вы чувства сегодня испытываете? Хорошее чувствую. Форму делаем, хорошо работаем. На данном этапе добычей руды и работой на производственных площадках компании заняты порядка 450 человек. И это без учета новых рабочих мест, созданных подрядчиками, а также компаниями, работающими по аутсорсингу. Причем подавляющее большинство работников – это местные жители. А разрядных запасов фосфоритной руды только на месторождении Кок-Джон, по словам специалистов, хватит на ближайшие 200 лет. Перспективный план у нас – достичь производительности миллиона тонн в год. Это проектная мощность данного участка. В дальнейшем у нас будет строиться химический комплекс, который будет потреблять гораздо больше объемов руды, порядка 1 600-1 700 тонн фосфоритовой руды в год. В честь первого миллиона добытой руды был организован торжественный митинг, в ходе которого Аким Сарысузского района, Балабек Нарбаев и генеральный директор компании «Еврахим Мудобриня» Игорь Георгиади вручили благодарственные письма передовикам производства, а учитывая, что это событие совпало с празднованием на Урыза, была организована концертная программа. «Еврахим» продолжает инвестировать в социально-экономическое развитие региона и уже направил на эти цели 20 миллионов долларов США. Кроме того, компанией разработан мастер-план капитальной модернизации «Жанатаса», реализация которого будет означать, по сути, второе рождение этого города. Но для реализации поставленной задачи необходима поддержка органов исполнительной власти и общественности. Последние три года для социального развития нашего региона большие вложения были денег, которые благодаря этому на сегодняшний день город «Жанатас» просветают. «Еврахим» собирается строить умный город «Жанатас». Конечно, это не первый год, не за один год это будет делаться, это несколько лет. Но народ готовится. Мы, конечно, благодарим, что в нашем регионе такие большие фирмы, как «Еврахим» работают. И это даст нам толчок для дальнейшего развития нашего района. На сегодня объемы производства фосфоридной муки на производственном комплексе по переработке руды составляют порядка 50 тысяч тонн в месяц или 600 тысяч тонн в год. Идет строительство складских мощностей на 120 тысяч тонн продукта и начались работы по планировке площадки по строительству самого химического комплекса для производства минеральных удобрений. Дружин первый миллион фосфоридной руды. Компания приступила к добыче уже второго миллиона. Реализация проекта продолжается. Наимбек Багбанов, Ербуладу Литалиев, Служба новостей.